Привет всем! Продолжаем с вами говорить о 100 духовно значимых фильмах. Проект «Раскадровка» и ведущий этого проекта Людмила Александрова и Алексей Власихин. И мы сегодня добрались до одного из фильмов, который входит в списки почти всех кинематографических школ, режиссеров и так далее. Это фильм в порту режиссера Элия Казана. Это фильм, который был снят еще в 1954 году, получил кучу наград. Ну потому что Элия Казан к тому времени достаточно обсуждаемая фигура вообще в кругах кинематографистов. Это, во-первых, человек, который открыл вместе с Ли Страсбергом актерскую школу, построенную на методе Станиславского. И вообще он влюбился в этот метод и решил, что это метод, который просто будет менять подход к кино. И Элия Казан в центре политического скандала того времени. В истории США были такие периоды, когда была попытка цензуры. Пытались в разгар холодной войны найти всех тех, кто так или иначе симпатизирует коммунизму, каким-то социалистическим левым идеям. И так или иначе почти все режиссеры, актеры прошли через эту проверку. И, кстати, надо сказать, что Элия Казан не самым достойным образом через нее прошел. Он сдал несколько актеров, по-моему, или, по крайней мере, работников индустрии. Да, причем сам фильм в «Порту», он-то как раз о… Предателе. И о принципиальности. Да. И о цене, которую мы иногда вынуждены платить за следование правде. Ну, и все говорят, что в «Порту» может быть какая-то попытка оправдаться. Вообще в роли Марлона Брандон должен был быть Фрэнк Синатра. Да, на эту роль его приглашали. Вот ступ вышла Бернстайн и Синатрова, как бы это ни вышло, мюзикл, а в «Порту», где все грузчики поют, ну там что-нибудь такое. Было интересно, да. Продюсер настоял на кандидатуре Марлона Брандона. Он сказал, он обеспечит кассу, он обеспечит билет. Это молодой актер, который обладал просто невероятным, ну тогда молодой, невероятным магнетизмом, какой-то такой звериной, какой-то естественной органикой. Здесь его герой такой грубоватый, необразованный парень, говорящий таким специфическим акцентом. В центре фильма находится такой простой паренек Терри Малой, который, ну как-то в силу, ну то есть он вырос почти на улицах, да, его старший брат оказался увлеченным вот эту мафиозную группировку. И тоже паренек, вот простой, с крепкими кулаками, да, боксер, вот он как-то оказывается тоже вовлечен косвенно большей частью жизни вот этих гангстеров. Гангстеров, да, ну потому что, собственно говоря, если ты хочешь в этом суровом мире как-то выжить, тебе надо быть поближе к тем, у кого есть власть и ресурсы. А власть и ресурсы в его мире, а не у мафии. Поэтому он особо не рефлексирует. Плюс еще давление брата, да. Да, не задаваясь какими-то особыми моральными дилеммами, вот он, ну сам, он такой паренек добродушный, там любит голубей. Вот такие, да, такие трогательные детали здесь тоже присутствуют. Можно так сказать, как-то чуть-чуть есть некие наивные ходы, да, в этом фильме. Кстати, сам фильм основан на реальных событиях, говорят. То есть это серия репортажей в газете New York Times, по-моему, если я не ошибаюсь. Не знаю, насколько там, как были, в каком стиле написаны эти репортажи. Но в любом случае, то есть это, скажем, такой сюжет не полностью выдуманный, да. Ну, он действительно много на эту тему в американской истории, в американском кинематографе и литературе было сказано. Да, и он влюбляется тоже в девушку из своего района, ну, которая была благодаря стараниям отца воспитана там в каком-то католическом пансионе, видимо. Как-то ты мне, по-моему, говорила, что один из признаков главного героя в том или ином произведении, ну, или в книге, или в фильме, это происходящее у его жизни изменение. Ну, да, если быть верным, если вы не знаете, кто главный герой текста или фильма, посмотрите, с кем, кто больше всего изменился. Да, и вот в этом фильме, на самом деле, несколько людей меняются, да, это интересно. Конечно, больше всего достается Терри Малою, который как-то пытается вот впервые для себя четко ответить на вопрос о добре и зле. То есть до этого он просто вот, как ты говоришь, следуя каким-то, ну, почти животным инстинктам, да, и где-то он даже чуть ли не прямо в этом признается, да, что он так как-то такой вот зверек, выросший на улице. Да, и он стремится туда, где потеплее, где посытнее, как-то без особой моральной рефлексии, хотя в душе-то он добрый, голубей выращивает, и когда косвенно по его вине погибает человек, ему вот этого очень неприятно, он как-то не ожидал, он искренне не ожидал такого развития сюжета. Итак, то есть Терри влюбляется, впервые ставит для себя четко вопрос о добре и зле, на какой он стороне, вроде он боксер, да, то есть парень такой вроде бы бесстрашный, но оказывается, что вот эта хрупкая барышня, она вроде посмелее его будет, ну, по крайней мере, на первый взгляд, вот, потому что она хочет доискаться до правды, да, он как-то привык жить в мире, где, ну, против сильных и богатых. Ну, с четкой иерархией такой. Да, с четкой иерархией, да. Да, у них правила в доках этих, в порту, да, типа слепой и глухой, ну, мол, как бы где, молчу, ничего не вижу, ничего не слышу. Да, потому что люди бедные, и там действительно показаны рабочие, которые паденные, которые зависят, заработок, который складывается из ежедневной работы, потому что им каждый день платят, и каждый день у него может быть заказ, то есть каждый день его могут взять на работу или не возьмут. И они, каждое утро начинаются вот с этой борьбы за место, да, буквально за место под солнцем, и действительно, то есть там люди, ну, не просто там выбирают между какими-то различными социальными пакетами, да, это вопрос, ну, почти выживания, да, буквального выживания для каждого из них каждый день на очень тяжелой работе, где они могут каждый день погибнуть. Вот, и ко всему этому вот трудовому телу, так сказать, присосались вот эти вот пиявки мафиози, у которых тоже, которые тоже следуют этой звериной логике, что, типа, если мы сумели свой кусок пирога отъесть, то никому уж спуску не дадим. Да, и вот в итоге Терри должен для себя ответить на вопрос, с кем он, вот с этими бандитами, или все-таки он найдет себе силы бросить вызов вот власти, власти это зла, да, и встать как-то на сторону добра, справедливости и правды. Этот вызов — это не то, чтобы пойти и одновременно причинить насилие в ответ на насилие, да, потому что он-то может, ну, в смысле, у него есть там сцена, где он в ярости просто хочет всем вот насколько сил хватит выстоять и убить, ну, побить там как кого, обидчиков, да, вот этих вот, ну, физическое насилие причинить. И здесь ему нужно остановиться от этого мужского способа, око за око, зуб за зуб уйти и пойти вот как-то куда-то там давать вот эти показания. Здесь как раз большую роль тоже играет еще один персонаж, о котором мы уже упомянули, о котором мы уже сказали, отец Берри, его играет Карл Молден, тоже очень интересный герой, очень интересный персонаж, католический священник в приходе этом, как раз вот являющийся священником для большинства вот этих бедных работяг, ну, и, правда, и мафиози. Тут же тут в его приходе присутствует, ну, это особенность этих маленьких, ну, небольших приходов, где вроде бы все как-то перемешано. Вот, и он, похоже, является достаточно новым человеком для этого прихода. И тоже в самом начале фильма мы его встречаем как священника, который делает свое дело, когда он приходит к умершему человеку, да, ну, вот он говорит какие-то, ну, достаточно отработанные, слова утешения о том, что там время и вера все лечат, и если там есть у кого-то какой-то какие-то вопросы или нужда в поддержке, пожалуйста, приходите в церковь. На что это Эдди, да, вот горячая девушка говорит о том, что где вы видели святого, прячущегося в церкви. И вот здесь начинается эволюция характера отца Берри, и вот он потихоньку для себя приходит к выводу, что действительно его дело не ждать в церкви, пока к нему придут, а его дело, как священника этих людей, быть там, где они, быть вот посреди этой несправедливости и быть с теми, кто слаб, с теми, кто угнетен. И там есть такая центральная речь всего этого фильма, когда отец Берри приходит прямо туда, в доки, где там и обращается рабочим, да, обращается, призывая их выступить против вот этого засилия мафии, дать показания, чтобы их товарищи там, ну, перестали гибнуть бессмысленно, как-то получали достойную оплату и так далее. И, конечно, этот фильм, эта речь, это такой классический образец в сжатой форме, так называемого богословия освобождения, которое впоследствии будет развиваться уже в Латинской Америке, когда многие католические священники открыто выступили на стороне угнетенных, на стороне бедных. Вот, и он как раз говорит о том, что вот моя церковь здесь, вот здесь с вами, и Христос, вы не думайте, что он там где-то прячется там далеко в храмах заводченных, он здесь, он среди рабочих, и если вы думаете, что в порту нет Иисуса, вы ошибаетесь, каждое утро, когда босс раздает наряды, Иисус стоит рядом с вами, он видит, почему одних выбирают, а других обходят, он видит отцов, которым нечем платить за жилье и нечем кормить семью, он видит, как вы продаете душу за дневной заработок. Что думает Иисус о тех, кто не работает, но получает много, о тех, на ком костюмы по две сотни и бриллианты, купленные на ваши профсоюзные деньги? Что он, не боявшийся обличать никакое зло, думает о вашем молчании? Знаете, что у нас не так? Легкие деньги, любовь к деньгам, к легкой работе, сильнее любви к ближнему. Вы забыли, что все вы братья во Христе, но он всегда рядом, на причале, в доке, на собрании. И, собственно говоря, он тут тоже ссылается на притчу из Евангелия, где Иисус говорит о важности помощи тем, кто находится в нужде. Что те люди, которые помогают нуждающимся, на самом деле помогают самому Христу. И когда, надо сказать, слушаешь проповеди этого священника, его размышления, диалоги с другими персонажами этого фильма, то да, этот вопрос, хоть это и звучит так несколько пафосно и, может быть, высокопарно, но, с другой стороны, фильм описывает время, когда священники играли другую роль, и в том числе и в Америке, чем сейчас, то есть действительно были такие фигуры центральные, часто таким были голосом общины, особенно, конечно, и чернокожего населения, но и вообще среди бедняков священники католические, протестантские пасторы могли играть очень значимую роль и действительно были таким моральным авторитетом каким-то, да, голосом. Ну, и Эли Аказан очень, он считал, что кино должно быть идеологическим. Он говорил, что кино — это единственная наша надежда, искусство, потому что именно художники, ну, в широком смысле слова, режиссёры, музыканты, они, только они пытаются докопаться до истины, только они пытаются понять, кто мы и куда идём, они выставляют на покаж наш стыд, будут нас от безразличия, они кричат, когда больно нам всем. То есть, он считал, что кино — это большой экран, возможность обратиться к массам, к аудитории. То есть, это проповедь. Да, он и использовал так все средства художественные. То есть, действительно, фильм по посланию, он очень в этом смысле вписывается в традицию таких вот проповедей, в данном случае на социальную тематику. И, кстати, и в этом смысле, опять же, повторюсь, несмотря на какую-то, может быть, для современного уха наивность и некую, может быть, прямолинейность послания, тем не менее, вопросы-то ставятся очень злободневные. Насколько важно для тебя понятие справды, справедливости? Готов ли ты пожертвовать каким-то частью личного комфорта? А в данном случае речь идёт о людях, которые там могли пожертвовать жизнью и, по крайней мере, здоровьем своим точно, вот ради того, чтобы быть с теми, кто беззащитен, ради того, чтобы помогать тем, кто нуждается в этой помощи. То есть, это такой... И сам Илья Казантов, он сталкивался с этим давлением, он этот моральный вопрос знал изнутри. Да, вот когда с одной стороны карьера, и ради этого чуть-чуть пойти на какой-то, не знаю, компромисс, да, может быть, и со своей совестью, вот, а с другой стороны, там, вроде, остаться на стороне правды, но тогда, ну, тогда это, может быть, не очень хорошо для тебя кончится. Полный крах, обнуление. Обнуление, да. Вот эти все вещи, они, я думаю, что мы в разных форматах, в разных обстоятельствах с ними сталкиваемся, и сейчас мы с ними сталкиваемся, да, со всеми этими вопросами, и они звучат как вызов. И поэтому, конечно, я думаю, одна из причин, почему этот фильм стал классикой, именно вот благодаря этому своему посланию. И он, конечно, является напоминанием о том, что христианство, это, конечно, не просто там какие-то, не знаю, беззубые добродушные пожелания в духе Ката Леопольда, да. Это в том числе и вот готовность быть с теми, кто страдает, быть с теми, кто несправедливо сталкивается с какими-то сложностями, даже если это тебе что-то стоит, да, там, по примеру Христа. То есть быть с теми, там, накормить, ну, как Христос в той же притче, там, я был голоден, вы накормили меня, там, был наг, вы одели меня, и был в темнице, вы посетили меня. Вот этот такой фильм попытается логику этой притчи как-то актуализировать вот в той ситуации, в которой находились многие люди в то время в Америке. Ну и, конечно, опять же, да, этот, сегодня так не снимают, наверное, да. Вот сегодня как-то другие изобразительные средства, наверное, доминируют, но, тем не менее, вот, и с точки зрения актерской игры, и с точки зрения режиссуры, там, всего, с точки зрения операторской работы в фильм, он, да, действительно справедливо претендует на то, чтобы быть таким классическим произведением, заслуживающим того, чтобы регулярно к нему возвращаться и пересматривать, и задавать вот те самые неудобные вопросы, да, которые в этом фильме звучат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok